Все же поздравляют? Смольный! Не поесть, не попить. Все поздравляют с днём рождения мужа. Правильно, пусть поздравляют. Горячо. Салфетки забыла купить, а у меня вон бумажное полотенце рулон. Лень вставать. Полотенце пользуется. Картошка очень крупная. И для того, чтобы она у меня приготовилась в микроволновке, уже 15 минут я её там мариную. Ножечком проверяла, тыкала. Выключу пока. Открою, а потом проверю, как поём. Приготовила, значит, приготовилась. Пусть остывает. Сегодня мне пишут, ну, пишут моему мужу, сказали знакомые мужа моего. Говорит, смотрим, не можем оторваться от меня. Он говорит, по рецептам-то готовите, а они говорят, на кой нам её рецепты? Мы смотрим не на рецепты. Вам пламенный привет. Мне приятно очень. Ничего не могу сказать. Приятненько. Проводила опрос в инстаграме. Чего больше, добра или зла? Многие, конечно же, ответили добра. Но при этом написали комментарии мне в личные сообщения, что хотят верить в то, что добра больше. Хотя, глядя на людей и на их поступки, многие делают выводы, что зла всё-таки очень много в нашей жизни. И людей, которые злятся, даже не имея как бы каких-то вот таких оснований серьёзных на злость, они всё равно злятся. Неважно на что. Но это категория таких людей. Всё просто не устраивает. Тратят на это жизнь? Зачем? Ведь сегодня есть, а завтра может и не наступить. Почему бы просто не попытаться получать удовольствие от жизни? От всего, что есть вокруг нас. Зачем злиться? Зачем ненавидеть кого-то? Зачем на это тратить время? Мне это непонятно. У меня спрашивают, зачем я обращаю внимание на такие комментарии, например, на таких людей. Но они же мне пишут. Я же не могу относиться к живому человеку как к предмету. Человек проявляет эмоции. Написал. Потратил время. Высказал там своё мнение. Он это сделал не просто так. Он это сделал для того, чтобы получить отдачу. Если у него больше в жизни ничего нет, кроме того, чтобы получать отдачу, как я могу и этого его лишить? Я не могу. А если ему больше никто не ответит, кроме меня? Вообще лишат даже последней радости, этой радости. Как тогда ему жить? Непонятно. Я не могу лишить человека последней радости. Конечно, буду отвечать. Мне просто... Я слишком добрая. У меня очень добрая. Очень добрая злая домохозяйка. Какой вкусный бич-пакет, вы не представляете. А, кстати, я сегодня ночью проснулась в 2 часа ночи. В руке телефон загружала видео в YouTube. В руках телефон. Всё загрузилось замечательно. У меня такое чувство голода адское. Я вчера не ужинала. я встала прям не включая свет. Подошла к холодильнику. Взяла банку икры. Взяла ложку. Поела из банки икры. И пошла, легла спать. Бывает с ума такое. Ну, я же живой человек. Что если голод? Голод не тётка. Вкусно. Ну, правда вкусно. Это шумят яйца на фоне. Кипят. А, он не видно. Вон. Стоит ковш. В ковше яйца кипят на оливье. Я, кстати, вот этот роллтон, доширак, что это было? Роллтон, по-моему. Вспоминаю о нём только во время поста. Потому что нельзя ничего другого есть. Не так выразилось. Есть можно другое. Всё, что угодно. Но нельзя, например, яйца, рыбу, молоко и прочее. И у меня, видимо, организм требует чего-то такого. И он говорит, съешь роллтон. Съешь. Я ем. Приятного аппетита, дорогие мои друзья. Получайте удовольствие от жизни. Кайфуйте. Даже в мелочах. Время уходит безвозвратно. Многие об этом забывают. Капелька. Разбежала. Всё. Пошла заниматься домашними делами. Всем хорошего настроения. Будьте добрее. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.